где все наверное все спят уже да или нет хотела вас всех поздравить с рождеством сказать что я вас очень сильно люблю вот сегодня были у кристиночки сережи целый день и моего брата честно хочу сказать я так благодарна кристине мы столько прообщались пока мама сидела с ребенком мы сходили погуляли кристина вот очень мудрый человек она мне сказала такие вещи блин над которыми конечно мне нужно задуматься она не годмаш скажи пожалуйста почему вот ты не следишь за собой в каком плане ты не покупаешь себе никакие вещи ты на себе экономишь я такая иду вот по этому лесу в магазин за продуктами и как-то так знаете я сильно об этом задумалась когда я уехала вот потому что я вот знаете я обо всех думаю кроме как о себе и это неправильно это неправильно почему вот там всем помогаешь но даже я не беру примеры подписчиков нет но имеется ввиду брендовые вещи я на себя часто забиваю ну как-то так тебя с рождеством стол шикарные да спасибо большое нет я ничего себе не покупаю да ну это вещи в основном которые мне дарят магазины по бартеру а сама так чтобы ты себе что-то пошла купила нет в москву планируем на днях сейчас я поставлю телефон на зарядку чтобы с вами пообщаться так я к чему хотела сказать имеется ввиду брендовые вещи например какую-то сумку дорогую там например луи виттон за 250 за 300 тысяч или там браслет ну короче вот в этом имеется ввиду что ты еще хотела важно сказать шла прям про кристину ладно потом вспомним ты такая загорелая это у меня моментальный загар белая белая или желтая честно блин у меня все желтое золото но вот эти пусеты белая и мне почему-то очень нравятся бриллиантовые которые маме подарила и очень хочу браслет карте из белого золота вот с бриллиантами затянули а к м мы и вот о глупо мы . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, в чем суть? Я сюда приехала со своим бывшим мужем. Просто я не знаю, как объяснить. У меня никого нет, и мне хотелось ощущение полной семьи. Ну, то есть у меня все по парам. И мне хотелось просто, чтобы он приехал со мной. Да мне просто он позвонил. Я к чему говорю? То, что он приехал, а он сам из Самары. И он практически все дни проводит, не пойми где, до утра. Ну, с друзьями или еще что-то. И понятно, что они все в шоке, что я как бы его сюда привезла, а он так себя ведет. Ну, я не знаю, как вам это объяснить. Просто у меня никого нет уже где-то год. И мне хочется просто, чтобы рядом ты при боли выглядишь усталой. Нет, я не знаю, как я в смысле усталой. Ну, не знаю, как вам. Пофиг, как я выгляжусь, честно. Вот. Короче, поэтому они просто все в шоке от меня. Я не договорила про путевки. Короче, я сейчас... Да понятно, что обжигалась. Просто я вот... Как объяснить? Я воспринимаю его как вот брата своего. Ну, вам, наверное, не понять. Ну, как вот брата родного, двоюродного. Как вот близкого человека. Просто я думала, что мы приедем, он как-то будет поддержкой, опорой. Будет чем-то помогать. Потому что я работаю. А он, видите, просто приехал и постоянно где-то до утра зависает. И приходит просто в блестках еще что-то. Нет, конечно, понятно, я ему не имею права там ревновать. Но просто думала, что мы приедем отдохнуть, потусить. И как-то это будет все прилично. Ну, да. Да дело в том, что у меня нет друзей. У меня здесь брат со своей девушкой. Сестра с мужем. Кристина с мужем. И я с мамой вдвоем. Я просто думала, типа, давай это. Что это, ребят, ипотечный кредит на 6 лет? А на что ты берешь? Ну, смотря на что. Да нет, а ты не представляешь, Ин, еще сколько я денег просто сейчас потратила, даже на билеты. Ты даже себе не представляешь. Билеты 60 тысяч стоили. Я не говорю про то, сколько даже здесь трачу. Что пьешь? Вот. У меня сок. Просто, короче, сегодня вот мне Кристина очень сильно промыла мозги. Она сказала, что тебе 30 лет. И ты, говорит, полная дура. Потому что нужно, ну, когда у тебя шикарные, типа, внешности, у тебя было бы давно полно мужчин. Просто, так нет, главное, что мы даже не спим. Вот чем суть-то. Я думала, что если мы дружим, то это не считается. И это никак не влияет на для того, чтобы начать с кем-то новые отношения. Но теперь я понимаю, что если трачу деньги, если трачу, там, энергию, все равно человек, это, наверное, это чувствуется энергетически. Я так, кстати, здесь поправилась. Ужас. Да я всем покупала, конечно, всегда все оплачиваю. Да нет, главное, что у нас даже интима нет. Вот чем суть. Вот что обидно-то. Кстати, да нет, вы так говорите, какая дружба. Ну, у меня реально дружба. Ну, такое бывает. Ну, короче, ладно, пофиг. Кстати, я хотела спросить. Вы все отметили этот пост с Кристиной? Просто как-то, мне кажется, у меня посты не высвечиваются в лентах. И мне это очень обидно. Пожалуйста, вот. Пожалуйста, отметьте его. Кстати, я вчера прочитала у Кати Калисниченко такой пост, ну, в сторис. Там про шторы была речь. То, что внучка с дочерью вешали шторы у бабушки в квартире. И, типа, и так этому радовались. А бабушка подошла и сказала, вы знаете, говорит, а мне вообще пофиг, типа. А вот раньше мы, говорит, копили на все деньги. И думали, вот надо сэкономить. А потом, говорит, вы поняли, на что экономить-то? То есть, я вот даже себя поймала на мысли, что у меня раньше было очень много желаний, каких-то стремлений. И с каждым, ну, как-то годом, наверное, становится все меньше. А я всегда себе в общем отказываю, потому что думаю, вот надо копить. Надо там вот маме это, то, пятое, десятое. Там надо вот это купить, то. Ну, то есть, как бы себе ничего не делаю. А потом я понимаю, что я вот себе в этом отказала, в том, а это, по сути, там была мелочь, да. А потом я понимаю, а вот сейчас бы я могла себе это позволить, а мне уже не нужно. И, короче, я поняла, что нужно все равно жить в моменте. Не, вы говорите, что Кристина, например, легко говорить. Но суть-то в том, что если, например, у нее такие запросы, то к ней мужчина пришел на такие запросы. Я не знаю. такую хэ. Ну, слушай, тогда тогда зачем ты вообще со мной здесь? Я не понимаю. Нет, пятна не прошли. Это на всю жизнь теперь. Вот. Они все больше и больше. Они никогда больше не пройдут. Это я еще на спине вам не показывала. Это на нервной почве. Ой, вы знаете, я вот иногда вот выхожу в эфир, стало редко. И как-то хочется поделиться, рассказать что-то, да. А вы как-то начинаете меня очень сильно лажать. И мне это очень тяжело. Наверное, стало очень восприимчиво. А вот. Эти тени очень красивые. Из латуаль. Сок называется. Они безумно сияющие. И я таких вообще нигде не видела больше. Стоят они 9 тысячи рублей двухсторонние. Вначале мажется база. Можно отдельно пользоваться базой, отдельно этим блеском. Вот. Я очень нервничаю, вы даже не представляете. Я нервничаю из-за работы, из-за денег, из-за всего. Нет, дочь, я же пришла уже ко врачу. Это у меня витилина. А у меня же на спине вот такого размера пятна белые. Нет, конечно. И в солярии я в жизни не хожу. Нет, нет. Да я не загораю в солярии никогда. Ребят, я же знаю, вот, я просто не могу вам показать на спине, потому что я без лифчика, а так бы я показала. Вот. Даня бы очень хотела быть счастливой, по-женски, безумной, чтобы мне был мужчина. Очень хочется. Очень. Вот. Господи, я не понимаю, как-то люди пишут, очень странные, какую-то фигню. Да, я видела, что Юля рассталась с Тиграном, а он вот. Ну, это сильно, конечно, с тремя детьми. Заметь тебя, прошу себя. Дорогие друзья, фея уже ушла. Фея ушла. Классный мейк. мне сегодня все сказали, что очень хорошо выгляжем и так приятно. Очень. Это слишком доверче, да. Это правда. Это правда. Вот у Кристины такая же фигня на нервной почве. И у меня. Не, мы дома ночуем. Вот, смотрите. Сейчас покажу, как. А, вот. Я дома. Это вот моя квартира. Ну, вы же ее знаете. Я вам обзор делала. Сегодня в Самаре очень тепло. Плюс два. Где-то так. Кожа головы, да, я очень рада восстановилась, потому что я ушла в свой цвет. и теперь у меня уже нет никаких красных раздражений. В Москву не знаю. Вообще мы должны улетать. Были 17-го в жаркую страну, но я перенесла билеты на 21 февраля, чтобы отметить день рождения мамы в жаркой стране. Так что, все заказала. У нас будет роскошная фотосессия в песках. Поэтому как-то так. Он пошел на тебя. Мам, ты кого гонишь? Говорим, а что на пять лет? Да мы не были вместе. Мы просто начали дружить с моим мужем бывшим. Вот. И я его пригласила с собой в Самару. А когда мы приехали в Самару, он очень часто стал уходить куда-то якобы к друзьям до утра. И, ну, как бы, мне это немножко непонятно. Мама очень хорошая, это правда. Короче, я приоткрою вам завесу тайны. Меня пригласили на новое ток-шоу, где ну, шоу будет о любви, короче, построить свою любовь, типа. Как за стеклом. И я вот думаю, наверное, согласиться. В машине Ефременкова купила квартиру, так что я так счастлива. Я же узнала об этом первое. Мы с Юлечкой созвонились пообщались. И я, честно, так за нее рада, потому что она давно хотела. Она мне прислала, как она выглядит. 72 квадрата. то есть для Москвы это очень хорошо. Вот. Поэтому я прям безумно за нее счастлива. Безумно. Иоаннова, привет. Отправляю воздушно тебе, дочь. Это я обязательно наушу. Да при чем дальше общаться? Вы понимаете, я думала, что если у нас нет там связи интимные, допустим, то как бы это, как дружба. Не знаю, но все равно в Москве мне очень сложно найти работу. Я никогда ни с кем не знакомлюсь, потому что я никуда не хожу. Я в основном работаю. с Рождеством мне очень много как бы забот, поэтому мне всегда нужно четко там заработать, оплатить квартиру, там, расходы. Но в Москве это очень много. Чисто на расходы уходит больше трехсот тысяч. Юля, по-моему, купила вторичку, потому что она уже сейчас будет новоселье отмечать. Мы с ней как раз обсуждали. С Витей общаешься? Нет. Вообще не общаемся. Самарь моя квартира. Я же вам показывала. Очень большая, 20 квадратов. Очень красивая. Hello, friend. Hello. Со штрихом нет, не общаемся очень давно. Я, кстати, мордой вас храм открывала. Нет, зачем вы так зря говорите там про курсы, про обман. На самом деле у Юли очень крутые курсы были по СММ. И многие те, кто их проходил, стали работать с известными блогерами. Нельзя так говорить. Сколько? У нас два часа ночи. Всех с Рождеством. На доме два я еще не знаю, кто выиграл. я из Самары. А вы, пожалуйста, мое фото отметьте с Крис. Мне тоже это важно. С Крис и с моим братом. Вот. Посмотрите две фотографии. Но как бы мне это тоже очень хочется, потому что многие говорят, что не видят наших фотографий. Вот видите? Вот эта фотография нужно всегда оставить мне сердечко и комментарий хотя бы один. И вот эта с Кристиной. Но мне тоже приятно. Я так стараюсь, пишу свои мысли. Хочется как-то от вас больше обратной связи. Не знаю. Слушайте, вы почему меня спрашиваете про Витя? Если вы хотите меня узнать про Витю, ну как бы это, ну, я вообще не люблю отвечать за других людей. Я не знаю, почему мы перестали общаться. Спросите у него. Вот Витя, ты общаешься с Машей? И пусть он вам ответит. А вы мне расскажите. Я не могу отвечать за других людей. Я к нему открыта. Я всегда его с радостью принимала дома. Вы это знаете прекрасно. Мы ходили на красной дорожке вместе. нет, на каток я не ходила. Я не очень люблю, если честно. Лыжи, каток, не очень. Я не в Москве, дорогие друзья. Я в Самаре. Мы же улетели. Саратов, да. Свинью мы отдали обратно Вите. Про Вову честно не буду врать, ничего не знаю. Мы сколько уже, год не общались. Насколько я знаю, срока мы еще не дали в СИЗО. Я с его мамой общалась. Маш жил в новом году. Наси человека. Спасибо. Но главный человек. Что с губами не знаю. Вы так говорите. я уже рада девчоне мошенники ответить на мои вопросы. Я, если честно, на все стараюсь отвечать. Сколько фотошопов? Ну, а ты считаешь, он мошенник? Ну, конечно. Вы что за бред несете? Если человек сидит в СИЗО. Я считаю, что зарабатывать деньги можно только экологичным путем. Если ты кого-то когда-либо в жизни обманул, то тебе пролетит либо от Вселенной, либо ты будешь отвечать по закону. Но не дано другого, ребяточки мои дорогие. Не дано другого. Поэтому я всегда говорю, что даже в мыслях ни про кого думать плохо нельзя. Вселенная все видит, Бог все видит. Ну, как бы вот. И Вова как непечально отрабатывает свою карму. Вот и все. Бомеранг никто не отменял в этой жизни. Вот. Такие дела. Меня вот мама наоборот ругает. Она говорит, ты все, что у нас есть, раздаешь как фея. Ну, да. Ну, пожизненно нет, конечно, я думаю, не дадут. Но за обман, конечно, я думаю, должно быть немало. Это сто процентов. Спасибо большое. Маша, я клянусь, год пишу, сегодня первый раз. Я в шоке. Отчего ты в шоке, дочь? Дочь, отчего ты в шоке? Я не поняла. Ты говоришь, а сегодня первый раз я в шоке. Отчего? Про похудение это простите, не ко мне. Вообще не ко мне. ой, слушайте, да для меня это тоже шок. Наверное, еще больше, чем для всех, потому что я до этого жила в Индии год, медитировала. Я настолько тепло отношусь ко всем людям, и я никогда не то, что там копейку взять не могу, я всегда все последнее отдам. И когда через агентство известные очень на меня вышли, да, я предположить не могла, даже не хочу это вспоминать. Ну, про Таню Африкантову я просто промолчу, вот, потому что я настолько тепло относилась и отношусь к ее дочери, да, вот, и, наверное, для меня шок, то, что мне прислали люди, да, ну, я знаю, что это ее номер, она говорит про меня, поэтому мне это очень тяжело было, очень тяжело, тяжело принять, то, что мама моей лучшей подруги, ну, как бы для нее, наверное, бывшей, ну, бывшей, да, позволяет себе так высказываться про меня, вот, я никогда не про одну мать, не скажу плохого, а она, знаете, так меня прям вот в WhatsApp перед другими людьми и так меня вот унижает и превышает Марину, там, да, господи, все люди разные, никто никогда не знает, что будет завтра, да, короче, не хочу это даже обсуждать, и я никогда не буду обсуждать Татьяну Владимировну, да, пусть она ведет себя так, как хочет, но я имею в виду сама по себе, ну, как бы я считаю, что других людей трогать это неправильно, я еще раз говорю, я никогда ничего плохого не скажу, но мне было, как-то у меня, знаете, я ехала в этот момент в электричке в другой город, и у меня аж вот ком в борле встал, вот, кто исполняет желания знакомых, просто интересно, у меня из тех желаний, кого я исполнила, ну, как бы я всех считаю своей семьей, ну, значит, да, можно считать, что знакомые, но лично я ни одного человека не знала, поэтому как-то так, я считаю, что все равно настанет момент, когда все встанет на свои места, даже если мы сами не будем в этом разбираться, в этом разберется вселенная, вот, я не буду говорить, что она говорит, ну, не знаю, фирма «Тениссок», я люблю тебя безумно, спасибо, Евгения, вы знаете, такое ощущение, что это вот просто, ну, как сказать, как к этому относиться, ну, у меня там вот много подписчиков, ну, если у тебя не получилось, значит, это не значит, что не получится у других, или это не значит, что это все неправда. Ну, я понимаю, тебе хочется написать, если тебе легче того, что написала, я очень рада, мне это не за деньги. Это как, знаете, мы пришли с братом в торговый центр, в Гудок, мой брат Дима Файн, моя любовь всей жизни. И он говорит, я пойду сыграю вот в этот автомат, поняли, где игрушки вытаскивать. Я такая говорю, ой, Дим, ну зачем? Говорю, я в это не верю. Я тут и себя поймала на мысли, что, блин, а вы-то вот, когда мне пишете многие, я не верю, теперь я там думаю, встала на это место, и вдруг Дима выиграет вначале наушники, потом он выигрывает кошелек, потом он выигрывает игрушку, а потом ему на какую-то сдачу дали 4 лотереи, и все выигрышные. Думаю, ну все. Вот. Привет. Всем привет. дорогие. Почему Курбан цепляет бороджину? Я, слушайте, вообще не знаю, о чем там речь, но я считаю, что после Ксюши найти замену нереально. Вот и все. Это нужно быть очень, мягко говоря, странным мужчиной, чтобы упустить такую женщину. Ну, не знаю. как-то так. Ну, и просто я Ксюшу лично знаю. Кто алкоголик? Ой, столько много хейтеров. Ну, ладно, мне вообще все равно. Если честно. что мне пишут. Я вот стала редко выходить в эфиры, потому что мне, если честно, не хочется негатива. Такие дела люди до сих пор, видите, думают, что если работать, то это значит вставать по звонку и приходить к 9 утра и до 7. Нет. Мне вот до сих пор жаль таких людей, которые мыслят очень так узко. Можно зарабатывать большие суммы денег, если мыслить правильно. И не обязательно для этого сидеть с 9 до 6. Нет, я не говорю, что это что-то неправильное. Но если это, ну, чья-то работа не укладывается в вашей голове, это не значит, что другой человек не работает. Да и вообще многие по жизни не работают, и ничего страшного. Понимаете? Такие дела. Я сплю, потому что не хочу пока что. Вот. Вова Фу. Да я всегда такая была, просто мне на доме 2, другой выставляли. А, это Sky Village. Это, кстати, недалеко от Тольятти. Вот. Там нереально красиво. Вот собачки лежат со мной на кровати. Она неохота переключать. Вам Олю показываю. Она вот там в других комнатах обитает. Ой, Леван, любимый, привет. Мой красавец. Так рада тебя видеть. Так по тебе соскучилась. Кстати, ты уехал к маме? Ты же собирался. Я не совсем понимаю, что мне пишут. Ну, короче, ладно. Не всех, точнее, понимаю. Очень здорово. Хотелось бы ссылку больше. Ну, оно очень крутое. Мы там отмечали свадьбу. И сейчас они пригласили нас просто отдохнуть. Ну, на свадьбу, конечно, очень много денег ушло за два дня. Это огромная сумма денег. Особенно для Самары. То есть это даже не 500 тысяч. Это гораздо больше. И вот сейчас они узнали, что я блогер. И пригласили нас. И мы отдыхали там бесплатно. Ну, это нереально круто. То есть мы тут обсуждали, стоит ли ехать. И мы говорили, ну, вот, типа, летом это просто, ну, как бы, сказка. Зимой... Ну, потому что бассейн. Зимой... Типа, осенью, да, тоже норм. А зимой мы думали, как так? Ну, мы приехали зимой. Вот сейчас, ну, это вообще... Над бассейном дымка. Внизу горы. Обрыг. Вокруг снег. Вот, ну, короче, очень круто. Очень понравилось. Всем приветик. Привет всем. Ливан это мой друг очень хороший. Мы с ним познакомились первый раз в Ялте на конкурсе красоты. Слушайте, ну, вы не смотрите мои сторис. Ко мне вот позавчера, точнее, вчера приходила подруга. Вы же видели? Моя лучшая. В детстве мы с ней посидели часов восемь. Просто. Говорили, прям, не могли остановиться. Обо всем. Всех с Рождеством, мои дорогие. Я, Ваня, тоже безумно по тебе скучаю. Ты в Абхазии, да? Мы без лифта здесь, да, конечно. Здесь всего пять этажей. Вот, Ваня. Ваня, ко мне! Ваня, ко мне! Ну, у тебя. Нафиг. Он не подойдет. Он такой у меня сладкий. Такой у меня сладкий. Ай. Ай. Сына. Ваня! Зая, мой одиннадцатого. Вы смотрели интервью? Интервью. Собчак. И Блиновской. Слушайте, она с Блиновской прям вела интервью? Или о Блиновской? Так скажу вам. Моё мнение на этот счёт. Конечно, многие могут не разделить это по поводу инфо-цыган, да? Я так скажу. Я в какой-то момент в своей жизни полностью разочаровалась в жизни. Мне не хотелось жить. Мне не хотелось ничего. И я не знала, как из этого выбраться. И как ни странно. Я поехала как раз-таки в Ялту, где познакомилась с Ливаном. Там же я познакомилась с Машей Букота, певицей. И она мне рассказала о том, что она проходила недавно марафон Блиновской. Вот. И говорит, мать, пройди. Я такая говорю, да нет, Маш, я в эту фигню не верю, проходить не буду. Потом так вышло, что я летела на день рождения на Кипр с Лизой в Довне. Она меня позвала, то есть она оплачивала поездку, там, виллу, все дела. И мы сели в самолет. Она была и фотограф, очень известная рядом с ней. Мне говорит, Маш, мы вот сейчас прошли марафон Блиновской, марафон желания. Мы вот в таком вообще вот моменте. Я еще такая думаю, что за слова. Вот я в моменте, я в принятии. Я там это, я там то. Ну, короче, вы поняли, да? Мы прилетели на Кипр, все. Обратно вернулись. Уже наступила осень после лета. И тут мне опять Маша звонит Букотар, говорит, пошли со мной в кино. Вышел фильм Блиновской, марафон желания. Тут я уже думаю, блин, ну что за фигня, почему меня это преследует? Потом мне одновременно звонит Лиза, говорит, и тебе предлагают уже в подарок этот марафон желаний. И я уже думаю, господи, мне и жить не хочется. И вроде мне 29, а у меня вот такая апатия, и все мне плохо. И ни во что я не верю. И денег у меня нет. И как-то это не идет, кто не идет. Вот. И, короче, в итоге я решила пройти марафон. И кто бы что ни говорил, кто, какая она там инфо-цыганка, деньги с людей собирает. Но я вам клянусь, я прошла все марафоны. И если бы у меня была возможность там надавить на свою маму или на своих друзей, я бы всех заставила пройти. Поверьте, мне никто копейки не дал за эту рекламу. Просто она меня в момент какой-то моей жизни выручила. И летом, когда я хотела умереть после предательства самого близкого человека в своей жизни, который мне был как отец, я опять начала проходить очередной марафон, где заданием было 90 дней писать каждый день, там, неважно что, на двух листах. Я это решила делать. Хотя я рыдала от того, что мне хотелось просто лежать. Здесь в Самаре плюс 30, жизнь кипит, пляж, мужики, бабы, все радуются жизни, солнце. А я просто умирала. Так что, ну как бы, я против вот того, что всех берут под одну гребенку, как бы, и говорят, что вот, они зарабатывают на людях. Я так не считаю. Все. Да я свое мнение высказала. Просто, что у меня в какой-то момент жизни была такая пустота, такая депрессия, что я не хотела жить. И тогда меня в тот момент спас один марафон. Пусть он стоит, да он копейки стоит по сути. Да и не надо никому ходить. Это все, понимаете, до этого нужно дойти. Вот в чем вся суть? Вы можете проходить этот марафон, да? И будет его проходить два человека одновременно. И тот, кто, например, пойдет туда, потому что ему сказали, что это надо, он скажет, да это полная, ну, полная дичь вообще, мне это не нужно. А тот, кто сам придет на этот марафон, да, и может этот марафон не такой хороший, даже был бы, но он в это поверил искренне. Поверьте, у этого человека будет скачок, там, не знаю, космический. Вот в чем вся фишка в том, что если мы, например, живем, и мы не можем, или мы в голове себе не ставим какие-то цели и желания, наш мозг не имеет точки А и не имеет точки Б. Понимаете? А если мы даже пропишем какие-то желания, пусть даже самые несбыточные, или какую-то фигню даже, там, как что-то пойти, допустим, купить в магазине, и мозг это будет знать. У него будет цель. Поэтому тут это все, может быть, и у кого-то заработок, но в этом есть какая-то доля правды. Вот. Вот и все. Да, Ливан это звезда. Я его безумно люблю. В смысле, 100-200 тысяч, а с человеком там 2000. Две или три, по-моему. Нет, это индивидуально стоит так. А так, две или три тысячи, кажется. Я тебя тоже люблю, Левочка. Завтра мы хотим пойти за Волгу, но она начала таять, потому что сегодня плюс два типа. Машу чистую душу человек, да, это правда. Да не в этом суть. Ты можешь сидеть на попе ровно, но если у тебя хотя бы, ты подумаешь о том, что у тебя могло бы быть, это все равно толчок, это все равно уже посыл во вселенную. Короче, ладно. Нет, Ливан, к сожалению, это не мой муж. Но я бы его не потянула. В плане, я знаю, что нужно для него всегда выглядеть идеально. Я все-таки люблю поесть, я могу выпить. Вот. Да что мы-то обсуждаем? Лена, еще кого-то. Мы просто с этим общаемся в эфире спокойно. Мне жаль, что я не могу, знаете, в вашей ГЭС слушать походу. Мне кажется, вам не столько сказали всего. Хотя, может, это к лучшему. Да уходите, Господи, что мы тут обсуждаем вообще. Я просто сказала свое мнение, за которое мне никто не платил. У меня всегда такой голос, если честно. Это красота. Ливан, тебе нравится все-таки этот волос? Просто мне очень нравится. Вот. А вы знаете, кстати, историю про Кеха? Это такая интересная история, как он стал знаменитым. Вы не представляете. Короче. Он каждый день ездил, он работал в скажем, в фирме, как это, которая по кредитам. Ну, короче, каждый день он проезжал к себе на работу. И он в один день подумал, что он больше не хочет идти на эту работу к 9 утра. И он сидел, долго думал, а что будет, если я проеду свой трамвай на остановку и узнаю, что дальше. То есть, вы представляете, насколько люди загоняются, они каждый день ездят на работу, то есть, и они просто знают свою остановку и даже, ну, не знают, что дальше за этим. Нет. Ну, короче, фирмы, ну, короче, адвокатом или кем-то. Это вообще не важно. И вот он сел в этот трамвай, не коллектор зай, что-то другое, вот по кредитам, ну, банковский работник что-то такое, который выдавал кредиты, ну, не важно. И, короче, он приехал к своей работе и он знал, что если он сейчас не выйдет и не придет на работу, а вот типа уволит. И у него была возможность проехать дальше и узнать, что дальше, либо выйти и как бы опять продолжить работать, как эти 15 лет. И он рассказывает, что эта остановка была вечностью, когда на его остановке встал трамвай, остановился, типа открыл дверь и у него, он думал, что это было, не знаю, часа три. Короче, он проехал дальше, весь день пробродил про парку, да, и написал свою первую книгу. Вот, вот так вот бывает, понимаете. Короче, мы всегда к тому, я это говорю, что мы всегда боимся что-то начать, мы боимся кого-то бросить, что-то бросить, но мы никогда не знаем, что за этим будет, видите. Короче. Мысль не может выразить фенес, вот, знаешь, я очень бы хотела искренне к тебе попасть в афир, я вижу это в шляпе, в красивый, в красный такой, да, мне кажется, ты бы сразу выразила свою мысль про вот гениально, гениально. Я в тебя верю, дочь. Вот. Привет и пока. Ладно, я с вами уже долго сижу, мы настолько стали обижать, что пора выходить. Игорь Негода,